МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этим летом была проведена в рамках подготовки к отопительному сезону 23-24 года опрессовка тепловой сети. Котельные городского округа активно готовят к зимнему периоду. Как началась реконструкция, были очень рады, что будет еще лучше. И так было, конечно, хорошо, но будет еще лучше. На каком сейчас этапе благоустройства парка Наташинские пруды смотрите в выпуске. Я не первый раз на таком празднике. Это очень эмоциональное, крутое мероприятие. В Центральном парке состоялся фестиваль красок Холли. А теперь подробнее об этих и других событиях. В Олибрецкой администрации прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений, силовых ведомств подвели итоги работы за отчетный период. Подробности у нашего корреспондента. За прошедшую неделю подразделения пожарной охраны городского округа Люберца совершили 53 выезда по сигналу тревоги. В пяти случаях они боролись с огнем. 1 августа произошел пожар в складском комплексе по производству и переработке металла. В результате пожара обгорели два ангара на общей площади 1200 квадратных метров. Также обгорели два экскаватора, легковой автомобиль «Шевроле», «Газель», легковой автомобиль «Форд Фокус», два погрузчика, один грузовой пресс, легковой автомобиль «Лада» 2115. Также на общей площади 100 квадратных метров дополнительно. Системы жилищно-коммунального хозяйства работали в штатном режиме. Сбоев на сетях электровода и газоснабжений не зафиксировано. Чтобы предстоящий отопительный сезон тоже прошел безаварийно, в городском округе ведут подготовительные работы. Согласно плану график, который утвержден по городскому округу Люберца, в срок до 15 октября 100% готовность всех коммунальных инженерных инфраструктур. На сегодняшний день в городском округе Люберца у нас жилищный фонд составляет 2199 домов, 82 котельные и ЦТП, порядка 284 километров тепловых сетей, 27 ВСУ, порядка 433 километров сетей водоснабжения, порядка 397 километров сетей водоотведения. Этим летом на территории городского округа Люберца проходит комплексное благоустройство придомовых территорий. По результатам голосования на портале Добродел в шести дворах округа появились современные детские площадки. До 1 сентября развлекательную игровую зону обустроят и на Октябрьском проспекте 3. В рамках программы по модернизации детских игровых площадок запланирована работа на 16 дворовых территориях. На сегодня выполнена работа по устройству основания на всех адресах. Произведен монтаж малых архитектурных форм уже на 5 адресах. Установлено ограждение вокруг детских площадок на 8 адресах. После монтажа всех малых архитектурных форм будет уложено новое резиновое покрытие. В проделанной работе отчитались представители управлений дорожного хозяйства и транспорта. Также участникам совещания доложили, какие обращения поступивших от жителей были отработаны на прошлой неделе. Луиза Эгия, Зарян Пётр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Глава округа Владимир Волков провёл встречу с жителями. На этот раз она состоялась в посёлке Мирный в здании 51-й школы. Какие вопросы и предложения поступили в адрес сотрудников администрации, расскажем в нашем следующем материале. У заместителей главы администрации, сотрудников полиции, а также представителей ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний сегодня одна общая приёмная. Чтобы задать вопрос на любую тему, достаточно подойти к нужному столу. Каждый заявитель после беседы оставляет свои контакты. Все обращения жителей оперативно берут в работу. По вопросу согласования забора в СНТ, по вопросу детских площадок и благоустройства придворовой территории. На мой взгляд, это один из самых популярных вопросов, особенно в летнее время. Во-первых, потому что благоустройство входит в том числе озеленение территории. И, конечно же, все хотят улучшения инфраструктуры для детей, для спортсменов и просто для прогулок. Среди популярных тем также ЖКХ и здравоохранение. Большая очередь желающих задать вопрос у блока дороги и общественный транспорт. Подъезда к посёлку нет. Дублёр Рязанского шоссе 30 метров. Его надо привести в порядок, потому что это единственный путь сообщения посёлка Мирный и Октябрьский. Понимаете, стоять в пробке и проезжать 20 километров, отвезти ребёнка в школу или попасть в поликлинику – это нереально. Также это необходимо для проезда специальной техники. На некоторые вопросы лично ответил глава городского округа Люберца Владимир Волков. Встречи в подобном формате проходят каждый месяц. Узнать о месте и дате их проведения можно на официальном сайте администрации или на страничках в соцсетях. Луиза Егия-Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Продолжается реконструкция водозаборного узла на улице посёлка Калинина. Масштабные работы, которые проводят при поддержке правительства Московской области, стартовали в прошлом году. И уже этой осенью более 17 тысяч жителей почувствуют разницу в качестве воды. Наш корреспондент расскажет всё подробнее. Сегодня водозаборный узел на улице посёлок Калинина – большая строительная площадка. На объекте трудится около 30 человек и 2 единицы спецтехники. Уже произведён демонтаж фильтрационного зала и водонапорной башни. Позади арматурные работы по усилению фундамента и монтаж металлоконструкций. Проводится работа капитального характера. Идёт полная реконструкция водозаборного узла, расположенного на посёлке Калинина. С заменой всего насосного оборудования, установкой фильтров, установкой обратного осмоса, заменой насосного оборудования, ремонтом резервуаров чистой воды. В сутки этот объект, построенный 50 лет назад, подавал 5000 кубических метров воды. После капитального ремонта объём увеличится и составит около 7,5 тысяч кубов. Эта ВЗУ обслуживает порядка 17 тысяч жителей. Конечно же, объект очень важен. Построен он был в 1974 году. С тех пор никакой реконструкции не было. Мы и обеспечим перспективу развития города, и, соответственно, более качественная вода будет приходить нашим жителям. Во время проведения реконструкции жители получают воду из резервных трубопроводов. Но уже к октябрю этого года обновлённый ВЗУ вновь заработает в полную мощность. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Люберцы на 76% готовы к отопительному сезону. До его старта осталось чуть больше месяца. На объектах ЖКХ продолжается профилактическая работа, направленная на то, чтобы зимний период жители округа привели в тепле и комфорте. Как к предстоящим холодам подготовилась одна из возрастных котельных, расскажет Луиза Игиазарян. Котельная на улице посёлок Калинина построена в 1985 году. Она обеспечивает с теплом и горячей водой 79 многоквартирных домов и 4 объекта социальной сферы. Начиная с 2010 года на объекте поэтапно проводили модернизацию. Сегодня для безаварийного отопительного сезона достаточно профилактических плановых работ. Котельная у нас достаточно хорошая, учитывая её возраст. Оборудование, всё плановое, экспертизы проходят. Этим летом была проведена в рамках подготовки к отопительному сезону 2023-2024 года опрессовка тепловой сети. По результатам опрессовки у нас выявлен худой участок один. Сейчас он устранён. Объект оснащён пятью котлами. Их суммарная мощность составляет 150 гигакалорий в час. За работой оборудования круглосуточно следят сотрудники котельной. Ежедневно на смену вступают четыре оператора и мастер. Сейчас мы на данный момент обеспечиваем полностью жителей горячей водой. А уже на отопительный сезон уже будет и отопление, и горячая вода. В летней схеме работаем на паровых котлах. А уже к зиме переходим полностью на двухтипные виды котлов. Оборудование полностью готово уже к переходу на зимний период. Из 82 котельных, функционирующих на территории городского округа Люберцы, 62 готовы к осенне-зимнему периоду. Работа на остальных 20 объектах завершится до конца лета. В микрорайоне птицефабрика снесли двухэтажный аварийный дом. Ветхие здания демонтируют в рамках строительства компании «Тройка РЭД» жилого комплекса «Новотомилино». На их месте застройщик возводит современные высотки и в перспективе социальные объекты. Тему продолжит наш корреспондент. Эта советская двухэтажка на птицефабрике 6 построена в 1964 году. Почти 60-летний дом с деревянной кровлей и старыми коммуникациями признали аварийным, а жителей 12 квартир переселили в комфортные новостройки. В рамках первого этапа нами было построено 4 жилых дома. В этих 4 жилых домах у нас выделен определенный полквартир для переселенцев. Дополнительно к этому дому мы расселяем еще окружающую застройку, которая попадает под второй этап строительства. И квартиры уже на 95% переданы новым жильцам. После того, как жильцы освободили дом, сразу же началась подготовка к его сносу. Первым делом отключили коммуникации, демонтировали окна и проемы. Ордер на выполнение работ получен. И вот сейчас, последние секунды перед сносом ветхого жилья. Второй этап строительства жилого комплекса Новотомирина включит в себя 4 разноэтажных корпуса общей площадью более 105 тысяч квадратных метров. В Малаховке продолжается капитальный ремонт 46-й гимназии. К работам приступили в начале года. Объект готов почти на 75%. Когда ученики вновь сядут за парты родной школы, узнали мои коллеги. Последние уроки здесь провели в декабре прошлого года. С 1 января школу закрыли на капремонт. Здание, построенное более 85 лет назад, реконструируют в рамках государственной программы образования Подмосковья. Все этапы работ, от проекта до приемки, контролируют депутаты-единороссы и родители учащихся. Наша задача – это внимание, чтобы было нужное количество рабочих, чтобы было нужное количество материалов, чтобы процесс рабочий был организован достойно. И не случайно сегодня со мной представители общественности. Здесь родительский комитет, конкретно родители. Они вместе с нами делают осмотр, задают вопросы. То есть все это согласовывалось, начиная с самого начала. Там вопросы по оформлению, цветовой гамме, мебели и так далее. В здании заменили электропроводку, систему водоснабжения. Рабочие заканчивают монтаж отопления. Отделка помещений тоже подходит к завершению. Стены в кабинетах и коридорах оштукатурены. В пищеблоке укладывают плитку и монтируют вентиляцию. Здесь от прошлой школы остались только стены, которые укрепили, включая фундамент, который укрепили. Здесь все заменено, абсолютно все. Совершенно новая начинка. Школа приобретает второе дыхание. Я надеюсь, что все будет сделано в срок. И дети, родители обрадуются, когда увидят всю эту красоту, которая должна здесь стать в первом сентябре. Перед началом учебного года кабинеты оснастят необходимым оборудованием и мебелью. В День знаний гимназия вновь распахнет двери для учеников. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На улице Калайраша завершается строительство детского сада на 120 мест. Здание возведено. Рабочие утепляют фасад и монтируют внутренние инженерные сети. Ход строительных работ проинспектировал Владимир Волков. Завершаются кровельные работы. Укладывают второй слой водоизоляционного ковра. Снаружи стены утепляют минеральной ватой и монтируют каркас вентилируемого фасада из металлокассет. Внутри идет прокладка инженерных систем, вентиляции, канализации, водоснабжения и разводки электропроводки. Стяжку пола закончили на обоих этажах. К концу сентября в здании полностью смонтируют систему отопления и приступят к отделке. Документация, дизайн проекта, образцы уже выбраны, того, как все это будет выглядеть. Соответственно, сразу планируем заходить на финишную отделку. Завершение строительства предусмотрено на декабрь месяц этого года. И вот в эксплуатацию где-то под середину декабря, конец этого года. На следующей неделе закончит монтаж наружных сетей водопровода. После приступят к установке освещения, детских игровых площадок с верандами, благоустройству территории. Это сложившаяся застройка, центр города, адрес Калараж 9. На этом месте все было время старое здание суда. И, конечно же, территория была огорожена несколько лет. Жители переживали, что же появится. Когда узнали о том, что появится объект дошкольного учреждения, детский сад, конечно, восприняли это абсолютно спокойно. Мы ждем открытия, потому что этот объект очень необходим городу. Открытие детского сада запланировано на весну следующего года. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий провел прием жителей. Такие встречи проходят ежемесячно. С какими проблемами пришли люберчане в этот раз, узнаем в следующем сюжете. Наталья Мажарова занимает активную жизненную позицию и не может пройти мимо несправедливости и нарушения закона. Сегодня она в приемной партии. Рассказывает о случаях попрошайничества и незаконно установленных в объектах торговли. Толстого, 7,3. Там, значит, на газоне ставят палатку. В прошлом году там в аварию чуть не попала женщина с маленьким ребенком. Значит, она звонила в администрацию. Администрацию, первую, у кого сдали нервы, это у Лазуткина Алексея Алексеевича. Он на свои деньги нанял эвакуатор, оплатил работу грузчиков. И эту палатку убрали. В этом году палатка опять там стоит. От 10 семей корпуса 3, дома 405 по Октябрьскому проспекту, вовсе выселяют из дома. Несмотря на то, что все они живут в этом общежитии более 20 лет. Дело в том, что часть здания стоит на балансе ФСО. Если человек в этой организации не работает, то и жить тут не имеет права. Освободите в месячный срок занятую в аварию территорию. Нарисутируйте регистрацию. Пишите, включая письма на президента. Президент возникнет. Я вот тоже думаю, может быть. И губернатор. Также взяты в работу заявления по содержанию городских территорий и порядка оформления почетных званий на основании трудового стажа. Луиса Эгия, Зарян Ирина Иванова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В сентябре жители Московской области изберут губернатора. Выборы пройдут 8, 9 и 10 сентября. Проголосовать можно очно на избирательном участке и дистанционно, подав заявление на портале госуслуг. Об особенностях голосования рассказал председатель территориальной избирательной комиссии города Люберцы Борис Новиков. Процедура выдвижения регистрации кандидатов завершена. На должность губернатора Московской области баллотируются 4 человека. Урабьев Андрей Юрьевич от партии «Единая Россия», Жигарев Кирилл Сергеевич, кандидат от партии ЛДПР, Наумов Александр Анатольевич, кандидат от Коммунистической партии Российской Федерации и Никитин Анатолий Юрьевич «Справедливая Россия». Таким образом, нашим избирателям предстоит выбрать одного из четырех кандидатов, которые зарегистрированы. Для удобства избирателей на выборах губернатора впервые будет применено дистанционное электронное голосование. Таким образом, каждый избиратель может проголосовать через единый портал государственных и муниципальных услуг. Что для этого нужно сделать? Нужно до 4 сентября на нашем портале госуслуг подать соответствующее заявление, и вы будете включены в список избирателей, которые электронно-дистанционно голосуют. Проголосовать вы, соответственно, сможете либо 8, либо 9, либо 10 сентября. В округе около 260 тысяч избирателей. Люберчане, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на избирательный участок, проголосуют на дому. Для этого им необходимо проинформировать участковую комиссию письменно или по телефону с 31 августа по 10 сентября до 14 часов включительно. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах идёт реконструкция Наташинского парка. В рамках первого этапа обновят прогулочные дорожки, проложат новую систему освещения. Какой будет зона отдыха после завершения благоустройства, жителям рассказал глава округа. В этом году и в следующем масштаб благоустройства будет сделан на очень высоком уровне, с хорошим качеством. К сентябрю в парке обновят пешеходные дорожки вокруг прудов, установят дополнительное освещение. Рабочие приступают к обустройству трёх входных групп. Основную смонтируют со стороны улицы Митрофаново. Два других входа – с улиц Шевляково и 8 Марта. Благоустройство проходит с учётом пожеланий жителей. Как началась реконструкция, были очень рады, что будет ещё лучше. И так было, конечно, хорошо, но будет ещё лучше. Ждём, чтобы в парке было комфортно время проводить, гулять, чтобы были построены новые дорожки, освещение было хорошее, чтобы просто было приятно гулять с детьми. Старое покрытие демонтировали. Рабочие завезли щебень для укладки новой тротуарной плитки. В парке установят более 400 опор освещения, модульный павильон для проката велосипедов и самокатов, обновят лодочную станцию, обустроят главную аллею и зону отдыха шезлонгами. Сам контракт действует до 1 октября. Но мы с подрядчиком и вместе с жителями обсудили ход работ, ускорение этих работ для того, чтобы к дню города основные проходы, основные площадки были готовы. Для малых детей до среднего возраста, для подростков и для старшего поколения можно будет найти абсолютно любую локацию и набираться здоровьем в этой парковой территории. Уже в следующем году приступят к обустройству пешеходной сети в лесопарковой зоне. В рамках второго этапа реконструкции оборудуют футбольные и волейбольные площадки, беговую дорожку и лыжную трассу. Богдан Колесников, Петр Панмаренко, телеканал ЛРТ. Ежегодный фестиваль «Счастье вдвойне», организованный сообществом «Мама офлайн», прошел в Люберцах. Несмотря на изнурительную жару, гостей в Центральном парке было очень много. Встретиться с двойняшками и тройняшками отправилась и наша съемочная группа. Совсем недавно приезжали на детских колясках, сегодня уже школьники. Седьмой раз фестиваль собирает близнецов, двойняшек, тройняшек и их родителей со всего городского округа. Неизменным остается одно – здесь весело и дарят подарки. У нас сегодня присутствуют семьи еще, как говорится, в грудном возрасте, то есть, когда им было месяц, два, годик буквально. Сейчас это уже школьники. То есть, это на самом деле так круто, потому что приходят родители, которые ходят из года в год, и уже такие теплые, дружественные отношения у всех. На площадках каждый мог найти занятие по душе – розово-голубая фотозона с шарами и профессиональный фотограф, аниматоры и настоящие артисты. Кто-то подпевал и танцевал, кто-то рисовал или осваивал технику макраме. Лет 25 назад макраме было модно, и сейчас оно модно, но модно вдвойне. Сейчас огромное количество различных макраме-сумок, подвесов, панно. А с детками мы плетем часто новогодние игрушки, небольшие подвесы для цветов, панно. Нравится вам здесь? Да. А что делаете? Почек. Скажите, вы каждый год приходите? Да. А сколько вам лет? Мне восемь. И мне восемь. Очень круто. Мы здесь уже 7 раз. Давайте начнем вдвоем. Выходите к нам сюда. А где вы возвращаетесь? Восемь лет уже скоро. Ну что, у нас, смотрите, две очень похожие аркулы. И мы ездим сюда всегда. Кроме фестиваля «Близнецовый двойняшек» сообщество «Мама офлайн» проводит конкурс «Мамочка-люберчаночка», чемпионат ползунков и еще много других увлекательных мероприятий для детей и родителей. Луиза Игязырян, Ирина Иванова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Яркая палитра красок на один день окунул Люберецкий центральный парк. Здесь прошел фестиваль красок «Холли», который собрал детей и взрослых со всего округа. В красочную атмосферу праздника веселья окунулся и Богдан Колесников. Этот индуистский фестиваль пришел в Россию более пяти лет назад и покорил сердца не только детей, но и взрослых. Весело, хорошо, интересно, красочно. Я не первый раз на таком празднике. Это очень эмоциональное, крутое мероприятие. Все с азартом кидали друг в друга разноцветную пыльцу. По словам организаторов, опасности для здоровья от этого порошка нет. Краски «Холли» на органической основе, из крахмала и пищевых красителей. Ну, с каждым годом приходит все больше и больше народу. Как вы видите, мы впервые в этом парке, в Центральном парке. Но народ прям сегодня готов просто к празднику, к буйству красок. С таким настроением пришел сегодня все энергичные. В небе над парком пестрая дымка. Дотянуться до радуги легко, нужно только поднять руки вверх. Кажется, момент счастья настал. Очень красиво, красиво. Мы все мечтаем о детстве. И вот это самый настоящий билет, прямой билет в детство. Спасибо. По старой индийской традиции считается, что тот, кто больше всего испачкался в краске, будет самым счастливым и удачливым. В фестивале красок приняли участие более 500 человек. Принять участие в празднике мог любой желающий. И мы не стали исключением. Богдан Колесников, Петр Пановаренко, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте, лрт.тв или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин